Приветствую всех! Итак, сегодня мы с вами прогуляемся по предновогодней Астрахани. Сразу скажу, местами красиво, местами так себе. Обязательно будет ролик уже в новом году, когда город полностью украсит к предстоящему празднику. Данное видео задумывалось как клип. Для тех, кто не местный, периодически буду пояснять, что где находится. И, кстати, для любителей паныч, что я снимаю только центр, ну, основное украшение, конечно же, в центре. Но и домострою мы тоже доберемся в новом году. Первым блюдом в нашем сегодняшнем меню будет лебединка. Здесь у нас один из монстров нашего города, гемебель предприятия, Глукойл. И они украшают целую площадь. Посмотрим, что и как. Сразу пояснём. Съёмки велись примерно неделю назад. Но сейчас погода такая же. Туман, иногда сыпет мелкий дождь. На дорогах иногда скользко. В целом днём плюс, к вечеру ноль минус два. В общем, погодка так себе. Снега в этом новом году в Астрахани, как всегда, не будет. Итак, приступим. Вот, собственно, площадь. Конечно же, без снега немножечко не то, но в целом представление можно сформировать. Здесь всевозможные шарики, фигурки животных-символов года, ёлка, Дед Морозь-снегурочка, ну и прочая фигня. Морозь-снегурочка. 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 В целом, как видите, украшений не то что много, но в Астраха и несколько таких локаций. Не все еще к тому времени успели украсить, тут у нас бедные лошади, которых нещадно эксплуатируют, надеюсь, хотя бы ее нормально кормят. И тут у нас символ уходящего года, тигр, да, этот год был жестким. И символ следующего года, кролик, но мы его рассмотрим еще подробнее. А дедок-то не настоящий. Это какой-то Санта-Клаус, у нашего деда шуба в пол, потому что он же мороз, а вот и зайка. Зайка, судя по выражению морды, очень не хочет приходить. Особенно она не хочет приходить в Астрахани, в которой она видит, что здесь творится, говорит, не-не-не, не хочу, не хочу, не надо. Но придется. Санта-Клаус 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 Ну и кто как проводит, на самом деле, выходной свой досуг. Кто-то любуется на красоту, а кто-то катается на катке в центре города. Это не совсем каток, это замерзший лед на Лебедином озере, то есть на пруду. Сколько здесь глубины, я не знаю, может быть метра 3-4, кто-то говорит больше, не скажу. Но факт в том, что, во-первых, выход на лед запрещен, но когда наших людей это останавливало? Туман, идет дождик, плюс 6, самое время пойти покататься на коньках. Весь день катались и многие ночи после, и здесь, и на каналах, вот где набережная Приволжского затона, видео о которой есть на моем канале. Народ развлекается, аренда коньков относительно недорогая, ритмичная музычка и народ тусует. На самом деле, мнения горожан разделились. Кто-то говорит, фу, как вы можете, вы что, самоубийцы? Другие говорят, отстаньте, лед бывает редко, дайте наконец-то отдохнуть, почувствовать зиму и насладиться предновогодним настроением. А сейчас мы с вами пойдем через площадь Ленина. В этом году центральную площадь Ленина решили не украшать к Новому году вообще никак. Ни светящихся фигур, ни елки, ничего здесь не будет. Видимо, решили, что это слишком круто и в Кремле, и под стенами Кремля. Поэтому главная елка, угадайте где? В летнем парке Аркадия. Ее мы снимем отдельно. Это надо видеть самим. Это уже в новом году мы полюбуемся. Вообще, конечно, освещение на площади Ленина, честно говоря, такое себе. По-хорошему брать бы огромное количество вот этих тусклых, бледно-желтых фонарей, которые особо ничего не освещают, и поставить, возможно, меньше, но поярче фонари, чтобы хоть было видно, где ты находишься. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Астрахани зимой, как многие южные города, выглядят довольно-таки уныло. Яркие краски потухли, туристов нет, остались одни ямы. Честно говоря, когда мы шли в Кремль, была робкая надежда, чтобы хотя бы половину успели сделать, смонтировать освещение. Но, увы, как вы видите дальше, даже в Кремле центральную елку не успели доделать. Каток откроется здесь и вся красота появится только к 29 декабря. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот мы видим, что даже шатер елки еще не полностью успели смонтировать. Кстати, если когда-нибудь будете в Кремле, граждане, вход справа, выход тоже справа от вас. Не надо тупить и создавать пробки из людей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И если в Кремле хотя бы освещение, хотя бы какое-то ощущение праздника, там хотя бы елочку украшают, то здесь возле администрации все мрачное. Здесь, конечно, будет украшение, но я думаю, что, скорее всего, под самый-самый праздник и довольно-таки классическое, скромное, без всего лишнего. Ну а вот так выглядят эти улицы при своем типичном, не праздничном освещении. Некоторые элементы только начали монтировать, ну а некоторые, видимо, еще не привезли. Ну а вот видим, над входом уже снежинка смонтирована, но пока еще не подключена к освещению. По улице Советская мы с вами погуляем уже в новом году. У нас тут правительственное здание. Вообще, очень интересная улица. Одна из, ну даже можно сказать, самая центральная улица города, потому что здесь находится администрация региона, между прочим. Если пройти чуть дальше, завернуть за поворот, можно увидеть, так сказать, последний пункт нашего сегодняшнего променада. Вообще, в Астрахани надо уметь находить красивые места и видеть прекрасные. Впереди у нас, наверное, главный спонсор города. Сейчас многие саркастически улыбнулись. Газпром Добыча Астрахани. Смотрим, наслаждаемся. У них здесь собственный скверик на улице Ленина. Это следующая улица от Советской. Так что, если будете в городе, можно потусить в Кремле. Можно прогуляться по улице Советской, по улице Ленина, до Лебединки. Ну и, собственно, все. А, ну и загляните в парк Аркадия на центральную улицу. Но мой вам совет, как человеку, который долгие годы здесь живет, самая классная елка нам устроит. Вот, просто поверьте. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Все равно, вот такая иллюминация поднимает настроение не только детям, но и взрослым. Всем хочется немного отдохнуть, перезагрузиться, немного отвлечься. Всем хочется праздника! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!